Молчите, бессовестные! Вышел Чубаров Рифат! Демар, не надо этого делать! И он все сделал для того, для того, чтобы не был восстановлен к результату пикет. А вы знаете, что сейчас на этих землях, Демар? Бессовестные вы! Бессовестные вы! Вы, может быть, обмануты, а кто знает то, что делают бессовестные вы? Их результатовский пикет не был восстановлен из-за того, что мы тогда поверили Лифату Чубарову, который сказал, «Вахыт келер! Топрага ламас!» Сегодня вот эту землю, вот эту землю, хозяин, московский олигарх, московский олигарх, который там сейчас сегодня хозяин. И пойди возьми сейчас эту землю. Пойди возьми сейчас эту землю. Дальше поехали. Дальше поехали. Дальше поехали. Баевики пришли, что ли? Теперь смотрите. Посмотрите. Когда мы решили вопрос с Красной Горкой, когда мы решили вопрос с Красной Горкой, Дима, не поддавайтесь нам рогаться. Когда мы решили вопрос с Красной Горкой и освободили ее, приехал Бурлаков со своей командой. И приехали те люди, которые хотели взять лавры решения этого вопроса. И что один из них сказал? Не постеснявшись, Дима, слушайте меня, я вас прошу, не отвлекайтесь. Мы будем освобождать. Мы будем освобождать. Один массив в месяц. Вы слышите? Вопрос. Вопрос. Дима, не поддавайтесь на право. Вопрос. Смотрите. Вопрос, который уже решен. Правительство Украины готово решить этот вопрос. И тут такие заявления. Как это называть, Димас? Мой любимый дима. Вот поэтому мы здесь. Вот поэтому мы здесь. Вот поэтому мы здесь, чтобы узнали правду. Если мы сегодня не скажем решительно, а нет, вот этому без предела, то у нас будущего нет. Не слушайте. Не слушайте. Не слушайте. Уважаемый дима. Уважаемый дима.